Да, у нас есть ещё краткая статья. Следующая статья, Шамати-225, «Поднять себя». Статья находится на странице 658-й, в трудах Барасулама, и по кнопке «Учебный материал» Шамати-225, «Поднять себя». Спасибо. Невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Тора. Если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и в усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением. Ещё раз. Ещё раз, Шамати-225, «Поднять себя». Невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Тора. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и в усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением. То есть и здесь у нас есть результат замечательный очень, который Творец сделал, разбив Келим Адам Ришона, когда он сотворил единое желание, упорядочил его, наполнил своим светом, а потом разбил это желание получения на части, дав ему большее желание, намерение ради получения. И тогда желание разбилось на части, и каждая часть находится в каждом из людей. И тогда выходит, что нам нужно только следовать за окружением, потому что это возвращает нас к тому самому цельному кли. И нам нужно всегда уподоблять себя окружению и выстраивать окружение как в материальном виде, как группу людей, которые учатся вместе. И сверх этого мы начинаем расширять себя до духовной, внутренней группы. Когда мы строим мини-Адама, как говорится, и тогда в таком виде мы можем отдать себя этой структуре, которая называется группой, этому мини-Адам-Ришону, мини-общему кли. И также, из того, что мы придаём себя туда, мы также можем впитывать оттуда все силы для развития. Поэтому, что он пишет? Невозможно человеку поднять самого себя, то есть подняться выше того состояния, в котором человек находится, подняться выше своего круга, на котором он находится. Если наш круг только эгоистический, только наше эго, то первый выход из круга — это уже зарождение на духовной ступени, то есть самоотмена по отношению к группе, по отношению к товарищам. Это означает, что они являются маткой, а Я — это начало зародыша капли семени внутри матки. Поэтому он говорит, что невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга, где его круг — это, собственно, группа. Поэтому человек обязан питаться от своего окружения. Зависит от того, какое окружение он выбирает, он оттуда получает скармливание. И прилагать большие усилия на пути Торы. Делать это. То есть правильное окружение, правильное отношение к нему, знать, как впитывать от них силы — это всё решение для нашего продвижения. Поэтому, если человек выбирает себе хорошее окружение, и Рабаш пишет об этом, что такое хорошее окружение в своих статьях о группе, то он выигрывает во времени и усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением. Насколько он выбирает своё окружение, в соответствии с этим окружением он развивается. Как зародыш внутри матки. Он развивается в той мере, в которой он находится в слиянии с маткой. Ну, там природная сила делает эту работу. А у нас только в мере нашего усилия. И так каждый раз поднимать себя с помощью окружения. Каждый раз окружение представляется всё более и более высоким, великим, особым. И в соответствии с этим я могу устремлять себя к нему. И какая действительно есть форма у моего окружения. Нет у него формы. Только та, которую я даю. Я могу находиться в окружении Раби Шимана и его учеников и не чувствовать, что в этом есть что-то особое. А я могу находиться в окружении своих товарищей, которые такие, как я. И это может быть самое великое окружение для меня. Всё зависит от оценки человека по отношению к окружению. Потому что за каждым окружением стоит Творец. И в отношении человека к окружению он выбирает меру его связи, форму его связи с Творцом. Понятно? Ну, так у нас есть Москва-7. Что значит, что я выбрал окружение? Что значит, что я выбираю окружение? Я принимаю окружение таким, как оно есть, что все учатся, все находятся на уроках, более или менее собираются, понимают каким-то образом, каково наше направление развития. Я это им объясняю, продвигаюсь с ними вместе. И главное, что я нахожусь по отношению к нашему объединению, не просто по отношению к группе. Тут каждый может сам толковать, что такое группа. по отношению к нашему объединению я нахожусь в самопожертвовании. что нет у меня ничего важнее, чем поднимать и усиливать и расширять объединение между нами как можно больше, чтобы мое объединение, которое я представляю себе, чтобы вошли туда все товарищи, и мы все получили наполнение Творца, чтобы Творец нас наполнил. Поэтому мы хотим быть как шар. Мы являемся самим шаром, а то, что находится в нем, это Высший Свет, Творец. Во всем Наранхай. Это то, чем мы хотим быть. Это группа. Италия 3. Италия 3. Я хочу прежде всего поблагодарить Вас за Ваш визит в Италии. Действительно, спасибо. Я все еще окружен этим теплом после посещения, после визита. Настолько я получил от Вас силу воодушевления, объединения как от мужчин, так и от женщин. Также большое спасибо Моше Адмоне, который организовал нам перевод замечательный. и всем руководителям группы вообще, каждому. Мне было очень-очень приятно снова встретиться с Вами. И я надеюсь, что у нас будут еще такие встречи. Да, мы надеемся, спасибо. Вопрос. Как можно понять это состояние отмены, величия, увидеть его как большим? Что даст мне силы? Должен ли я получить эту силу откуда-то, потому что иначе у меня нет шансов это сделать? Хотя во многих местах мы видим, что каббалисты говорят о желании получения, о нашем эго, как о ненавистнике. И царь Шломо, он был великим каббалистом, он называл желание получения эго ненавистником. Но вместе с тем, нам нужно ценить его, потому что это сотворил Творец и поддерживает его. И это стало помощью в противоположности, где без этого ненавистника мы бы не раскрыли Творца как добро. И вообще, в этой разнице между ненавистью и любовью, чёрным и белым, всё, что есть во всех наших областях, во всех наших органах чувств, мы не могли бы ничего почувствовать. Поэтому, насколько мы развиваемся, у нас будет большее ощущение как добра, так и зла, потому что между ними мы можем определить отношение к этим двум силам, к добру и злу, как к среднюю линию. Это называется золотой серединой, по которой мы идём, пока не приходим к слиянию с Творцом, потому что от Творца исходят эти две силы — получение и отдача, плюс и минус, тьма и свет. И мы с помощью правильного сочетания тьмы и света, любви и ненависти, всё, что есть у нас во всех чувствах, если мы правильно выстраиваем связь между нами, простите, связь между ними, и хотим находиться в средней линии, между ними двумя, ничего не стирать, то мы собираем эти впечатления и приходим к понятию Творца, который проявляется как источник этих двух сил перед нами. Поэтому Творец сам называется «Боре-боу-ре, иди и смотри», это когда ты проходишь через тьму и видишь свет. Так я должен подпитывать свое эго величием Творца, ведь я не могу отменить свое эго. Тебе не нужно отменять эго, не нужно играться с ним, нужно играться только с силой объединения любви. А на эго не обращай внимания. Чем больше оно раскрывается, над ним ты должен постигать силу объединения любви. А если бы не эго, ты бы не нуждался в увеличении доброй силы. Поэтому эго называется помощью в противоположности. Оно помогает тебе именно взрастить свои хорошие качества. Тбилиси. Тбилиси. Но... А, Энжила... А, нет вопроса? Ну, простите. Ладно. По крайней мере, я посмотрел на вас. Приятно вас видеть. Мак-3. Мак-3. Да, спасибо. Доброе утро. Раф, скажите, вот мы часто говорим, что мы отменяемся перед товарищами, и нам не важно, маленькие они или большие. А что это за шкала? Что мы такое измеряем, маленькая или большая? Я измеряю это по своему эго. И поэтому нет у этого никакого смысла, кроме того, что я должен отменить свой взгляд на них и видеть, что они все хорошие, все выше меня, а я обязан быть... Ну, как Рабаш пишет в статях о группе. Потому что все мои измерения в моём эго, неважно, на какой ступени я нахожусь, поэтому все эти измерения раскрываются. И я должен объявить их непригодными и подняться над ними. Об этом сказано, что глаза у них, но не видят. Пяти девятнадцать. Можно? Можно ещё спросить, а перед чем именно мы отменяемся? Перед чем мы должны отмениться в товарища? Мы должны отменить себя перед силой объединения в группе, которую нужно представлять, что она существует в середине группы, где силу этого объединения ждёт от нас Творец, чтобы мы так объединились. Чтобы мы построили, выстроили общую силу в центре группы, чтобы он мог там раскрыться. Понятно? Север 2. Граф, насколько это зависит от нас, выбор окружения? Это не очень зависит от нас. Это означает, что Творец приводит человека к хорошему выбору, ставит руку его на хороший выбор. Так он объясняет нам в статье «Свобода выбора» или в статье «Свобода воли». Когда-то я это называл статья о свободном выборе, поэтому я так привык её называть. И всё. Мы не очень выбираем. Куда ты упал, там ты должен стараться всеми своими силами, усилиться вместе с ними и идти. нет группы, которая была бы нехорошей. И нет группы хорошей. В каждой группе, в которой человек находится, если он углубится там, постарается объединиться с ними, прийти к слиянию с тем, с кем он находится, он увидит, что нет случайностей, и это самым лучшим образом подходит для его духовного развития. 5.19. Ну, кто там Цвика? Нет, 5.19. Я был знак вопроса. Ладно, тогда, если так, мы переходим к женщинам. Общий вопрос из Италии, Германии. Что означает питаться от окружения? Чем человек питается от окружения? Я впитываю от окружения силы для развития, для воодушевления. Как написано о Рабьёсе Бенкисме. Он был великим, но он знал, как смотреть на своих учеников, что именно с их помощью он может подняться все больше и больше. Может быть, пока что они пусть подберут нам этот отрывок из той самой известной статьи. Что именно благодаря тому, что он был великим, он знал, как связаться с ними, как направить себя. И так он продвигался. Это очень хороший пример. Ну, Баль Сулам нам дает этот пример. Но она написана за 2000 лет до него. Он написан, этот пример. Нашел? Давай послушаем. «Читаемость статьи «Свобода выбора», обязанность выбрать хорошее окружение, обязанность выбора хорошего окружения и сказанного по имени слова Рабьёсе Бенкисма, который ответил человеку, который просил у него, чтобы он приехал жить в его место. И он даст ему за это тысячу тысяч золотых динаров», ответил ему Рабьёсе Бенкисма. «Если ты даешь мне все деньги и все серебро и золото, драгоценные камни, жемчуга в мире, я буду жить только в месте Торы». Казалось бы, эти вещи слишком высоки для нашего простого мнения. Как он мог отказаться от тысячи тысяч золотых динаров для такого маленькой вещи, что он не хотел переехать в город, где нет изучающих Тору. тот момент, когда он сам был большим мудрецом и не должен был учиться у кого-то. Большое чудо. Однако, как выяснилось, эта вещь очень простая и достойна, чтобы ты была исполнена каждым из нас, потому что, хотя у каждого есть собственная основа, в любом случае, силы не раскрываются на практике, кроме как через окружение, в котором он находится. Подобно пшенице, которая посеяна в землю, и силы пшеницы не раскрываются на практике, кроме как с помощью её окружения. То есть, если мы не находимся в группе, мы не развиваемся. Дальше. Это земля, дождь, солнечный свет, поэтому хорошо оценил Раби Йосибен Кисму, что если он оставит то окружение, хорошее окружение, которое он выбрал, и перейдёт в плохое и вредное окружение, то есть, тот город, в котором нет Торы, мало того, что его прошлые знания испортятся, но и все остальные силы, которые заложены в его основе, которые он ещё не успел раскрыть на практике, останутся в своём скрытии, потому что у них не будет больше соответствующего окружения, которое могло бы привести их в действие и перевести из потенциала на практику. И как выяснилось выше, что только в свободе выбора оценивается вся власть человека над собой и ради этого он достоин вознаграждения или наказания. Поэтому нет никакого чуда по поводу такого мудреца, как Рабиоси Бенкисму, что он выбрал добро и оставил зло и не соблазнился материальными обретениями, как он говорит там, что в момент кончины человека человека не сопровождают ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни, ни жемчуга, а только Тора и добрые дела. то есть в конечном счете это методика, как правильно прийти к слиянию с хорошим окружением. В этом все Тора, это то, что сопровождает человека. Понятно, да? Ну, я надеюсь, что это подействует еще немножко на мужчин и на женщин. Этого не хватает всем. мы продолжим дальше. Да, вопрос из Чили. Я стараюсь все время быть, каждый день быть на уроке. Когда-то подруга сказала мне, тебе ничего не выйдет из того, что ты все время продвигаешься в этом. Все мы должны прийти туда вместе. Неверно, неверно. Это неверно. Дальше я даже слушать не хочу. Это неверно. мы приходим и приходим из группы, но есть такие, которые пришли раньше, есть такие, которые придут после. Мы все пользуемся группой, но в той мере, в которой каждый получает от группы силы. Есть такие, которые подсоединяются один раз в неделю или раз в месяц или по каким-то праздникам и в соответствии с этим и продвигаются или вообще не будут продвигаться. потому что что можно получить от группы, если я присоединяюсь к ней раз в неделю? Я обязан присоединяться к ним ежедневно, поэтому вся наша жизнь, она измеряется, делится на такие порции день, день, каждый день. И в каждый день должен быть мой контакт с Творцом и группой. Служу заканчив вопрос из Чили. Так, кто спрашивает, находится на каждом уроке? Десятка меньше, немножко меньше продвигается. И она спрашивает, должна ли она идти в своем темпе или в темпе десятки? Нет, она должна продвигаться в ритме как можно более сильном, чтобы были у нее встречи и с десяткой, чтобы у нее были и встречи с десяткой и самостоятельная учеба. Так это должно быть. И так мы будем продвигаться. Еще два вопроса, которые остались. Вопрос из Москвы 8. Как правильно впитывать силы, которые есть в десятке? Как? Как правильно впитывать силы, которые есть в десятке? самопожертвование. Если я не знаю, как, я должен отменить себя, как зародыш перед маткой. И тогда я все получу как маленький, который находится среди больших. Он только отменяет себя в соответствии с природой, а мы должны это сделать самостоятельно. И тогда в этой мере мы можем получить. Маленький получает от больших. Каждый из себя должен сделать маленького. И рабь Йосибен Кисма он сделал из себя маленького по отношению к своим ученикам. Они это не почувствовали, но это то, что он сделал для того, чтобы получать через них. Потому что он не может получать напрямую от Творца. Но через своих товарищей, которые уже являются парцухом, он получает от парцуха. Никто не может получить напрямую от Творца. Никто. Это структура, которая не меняется. Еще. Следующий вопрос, Петактика 38. Что имеет в виду Барисулам, когда пишет, что невозможно возвысить себя выше того окружения, в котором он находится? В чем человек не может возвысить себя? Насколько он отменяет себя перед окружением в этой мере, все, что Творец может дать окружению, он получит. Творец может давать ему до конца исправления. Все зависит от того, насколько он отменяет себя по отношению к окружению. И неважно, что окружение маленькое или большое по размеру или по ступени, если он отменяет себя, то его отношение, насколько он в состоянии себя отменить перед окружением, даже если Бенкисма может себя отменить, получает соответствие со своей ступенью. Допустим, он был на сотой ступени, отменил себя перед своими учениками, которые вообще не находились на ступенях, или может быть на ступени первой или второй. Рабь Йоси, который отменил себя перед ними, поднялся с сотой ступени на ступеню. Потому что нет у нас таких явных мер для группы, только самоотмена человека перед окружением. Если бы мы увидели саму группу, увидели бы, что она находится в конце исправления. Всё относительно между человеком и окружением. А окружение само по себе находится в конце исправления, только мы этого не видим. Ну и мы закончили вторую статью сегодняшнюю и должны перейти к статье к статье Статья о свободе или вечер единства, избранные отрывки из первоисточников или статья о свободе. Ладно, понятно, хорошо, ну давайте сделаем, потому что у меня написано «Главное, чего нам не хватает». Есть ещё такая статья? Да, есть такая статья тоже. Главное, чего не достают нам. Можно перейти к этой статье? Может быть, закончим её и мы всё-таки хотим пройти один раз всю книгу Шамати. Перейдём к «Чего не достает нам?» А, нет, у меня ещё есть две группы, которым надо ответить. Прежде всего Николай в Сочи. Раб, подскажите, вот сейчас отрывок читали, что в момент смерти человека не сопровождает его ни золото, ни серебро, а только Тора, добрые дела. Вопрос, можно ли научиться смотреть целый день на вещи именно вот с этой точки конца, что у тебя останется в мире и так пробуждать себя? Это хорошо, но лучше видеть мир, который скрывает мне Творца. «Зачем мне смотреть на эти вещи, когда я не занимаюсь этим миром, потому что у него нет ничего? Может быть, стоит заниматься будущим миром, потому что он вечен и совершенен и содержит в себе Творца? Стоит так? Так быть? Италия один. Если связь между моей готовностью к любому состоянию и видеть духовный мир, моя работа должна быть сосредоточена на том, чтобы быть преданным всему новому, что произойдет? не всему новому, что придет. Мы должны быть преданы объединению группе и Творцу, который находится внутри группы. Только таким образом. Человек, центр группы и Творец, который находится в центре группы. Три вещи есть у нас. Надо соединить их воедино. Все. Я чувствую сейчас, сегодня, согласно вот этой итальянской группе, которая частично собралась на нашей встрече, насколько они находятся сегодня в новом состоянии. Буквально они сделали большое усилие. Там был страшный дождь, такой в течение всего дня лило с неба. Пока мы доехали туда, 10 часов нас это взяло. и мы прибыли, и у меня не было сил быть больше с вами. Я потом очень сожалел и переживал, что не осталось еще на полчаса, час. Но, с другой стороны, я почувствовал, что, может быть, лучше оставить вам немного аппетита на следующую встречу, и вы сделали большое усилие и подготовили себя. И действительно ощущается по группе такой общий большой вклад, он сегодня ощущается очень. Ну, я люблю вас. Ну, пожалуйста, Италия один. А, это все? Хорошо. Перейдем к Шкелону. Спасибо, Рав. В продолжении повествования Раби Осибенкисма, почему я должен быть именно в том окружении сыновей Торы, то, что называется, что в них особенного? Нет, мы не должны искать, где находятся служащие Тори. Это люди, которые стремятся достичь раскрытия Творца. А раскрытие Творца может быть только в группе, которая правильно организована, для того, чтобы достичь отдающего Кли, и это подобно силе отдачи Творца. И так, согласно закону подобия свойств, Творец раскрывается в них. Так же, как затем мы говорим о десяти сферот. Высший Свет раскрывается в десяти сферот. Те же законы. Поэтому это не может быть просто так в какой-то группе, в каком-то месте на земле, на земном шаре. Это там, где собираются люди, где все хотят достичь раскрытия Творца и готовы для этого объединиться в группу и быть объединёнными между собой настолько, пока Творец не раскроется в них. То есть их объединение должно быть по качеству, как природа Творца. и тогда Творец сможет раскрыться среди них. В этом вся наша работа — достичь такого объединения между нами, чтобы Творец раскрылся между нами. И тогда мы почувствуем себя, как десять сферот, в которых раскрывается внутренний свет Орг Ними. Понятно? Ладно. Сейчас в Тбилиси хотят спросить. Ладно, вперёд. Здравствуйте. Привет. Меня слышно, надеюсь, да? Конечно. Ну, спасибо Творцу за то, что мы встречаемся каждый день. После Италии мы с удовольствием приглашаем вас. Я бы уже давно прилетел. А не к Вароити магия миру мизман или Грузия. А в Алябая еще... Я бы уже давно прилетел в Грузию. Но проблема в том, что закрыто. Невозможно прилететь. Это всего-то два часа лёта. Это ничто. В Италию три часа лёта. Легко прилететь. Но закрыто. Будем надеяться, что это... Да, у нас закрыли. А, у вас закрыли. Да, у нас же... Будем надеемся, что... У нас же новый вирус. Будем надеяться, что откроют, и мы с удовольствием займемся всеми условиями, что надо для ваших... Я понимаю ваши сердца, я готов. Вопрос. Вопрос. Ну, то, что ощущается в нашем нынешнем состоянии, как-то... География уже вообще не имеет никакого значения в нашем отношении между нами. Больше чувствуется мировая группа. Я думаю, что это новый ступень, как это всё использовать, и что сделать ещё нового, чтобы наше действие вперёд было более интенсивным. Спасибо. Большое спасибо тебе за вопрос, как мы можем ещё соединиться над границами. Например, сегодня вечером у нас есть вечер объединения, и мы собираемся здесь, те, кто могут прибыть в наш центр, но я снова говорю, это не для тех, кто прибывает из-за границы, потому что мы только вчера прибыли, и были у нас всякие препятствия, пока мы добрались, и сейчас вообще говорят, что закрывают перелёты из-за нового вируса, поэтому мы ожидаем, что вы сегодня все будете подсоединены и объединены с нами вечером, будете вместе с нами, и потом они скажут нам, как, что и когда точно, и постараемся быть в соединении сердец, что это без границ и без перелётов, а в нашем желании объединиться, и это не меньше, а иногда, когда мы видим товарища издалека, то мы не путаемся во внешнем проявлении облика, а хотим проникнуть внутрь, вглубь сердца товарища, и это лучше. поэтому я с радостью летаю ко всем группам, куда могу добраться, я был уже во всех местах более-менее, но я не думаю, что это обязательно, мы объединимся, научимся, как соединяться современным образом, виртуальным и духовным, так, чтобы действительно мы и сегодня вечером будем учить, как быть в соединении сердец над всеми различиями, группами, языками, как быть вместе, как ощутить сердце. Для этого не нужно никакое расстояние, которое мешало бы нам, язык, ничего, только желание. Как ты смотришь на человека его глазами, и ты можешь видеть, что есть в нём. И все языки, которые начались с разбиения кли, когда люди перестали понимать друг друга, это всё является результатом нашего разбиения. Будем надеяться, что мы поднимемся над разбиением, соединимся, и вечером я жду всех вас. Что мы сделаем дальше? А, у нас есть статья. да, это есть Расскажите.